всем привет смотрите домик прикольный это у нас ну хомстей да то есть семья плантаторов плантаторы черные и у них на плантации тоже работают черные сдают комнаты я искал отель с хорошим интернетом у меня сегодня прямой эфир с екатериной перес поэтому мне был важен тут смотрите как уютненько шезлонги потом мне очень понравилось вот это вот смотрите раз идешь и тут раз кроватка так вот и у них вроде как хороший интернет везде по отзывам поэтому я снял у них а тут прямо текларная кроватка очень понравился мне их дом прям такое знаете дух истории и сегодня у меня много дел разных до за день и вы часто просили снимай все как проходит твой день вот чё ты там делаешь вообще в этих африках но вот я подумал что сегодня задание не самые ответственные не супер быстрые и важные вот поэтому можно сегодня в принципе снимать я сейчас еду по делам и потом вернемся можно снять обзор домика обязательно домик прям офигенский вот поэтому поехали сей good morning to our followers вот эмануэль супер ответственный водитель обычно в африке все опаздывают он приезжает раньше времени он приехал на 40 минут раньше иногда он сегодня да иногда он приезжает на час раньше смотрите как тут красиво да вот и просто спит машине это кашу очень круто то что я не опаздываю и не люблю когда люди опаздывают так сейчас выезжаем расскажу уже в машине куда едем что будем делать сегодня и так куда едем чем будем там делать и немножко про водителя как у него вообще дела чё нового да я думаю что вам интересно с апреля мы с ним не виделись но напоминаю он прям совсем водитель то есть он 9 сын семье 9 сын 9 сына 9 сын семье у него половина братьев сестер получили высшее образование имеет хорошую работу половина оказались лентяями в том числе он он сказал что он просто не захотел учиться получать вышку тут бесплатное образование для желающих есть платный есть бесплатно да как хочешь но вот он мог бесплатно выучиться но не стал вот мама занималась всю жизнь скотиной вот папа с мамой тоже занимался скотиной папа умер очень давно мама еще живая мы заезжали и пусть и и мы попали под действие супер оружие международного который называется бабушка хочет кормить внучков обедом ты очень худой водитель пухлые сами видели но бабушка ну вернее это его мама но она уже в возрасте бабушки она реально бабушка потому что он последний в семье даст ребенок остальные старше соответственно внуков там уже толпа огромная вот бабушка нам постоянно говорила что мы пыталась нас накормить мы поели один раз того раз третий раз я уже думал что я отъеду но вот мануэль осилил вот он бабушка нам заворачивала жачку с собой вот поэтому бабушки везде примерно одинаковые так вот он он лентяй не хочет ответственную какую-то работу вот поэтому он работает просто водителем так как он хорошо знает английским я бы сказал даже что очень хорошо он практически свободно говорит вот он встречает людей и туриста в аэропорту значит и они понимают дальше как и со мной будет произошло да они понимают что у него хорошие английские что он образован ну то есть он как образован но знать что где находится вокруг культура традиции обычаи он все это находит пробивает то есть он молодец он гуглит шарит обычно водителю вообще все это дофини до часто и он говорит слушай я не знаю вы мне адрес скажите я вас есть ему говорит что покажи мне вот я сейчас например хочу знать что найти кто делает и умеет использовать настоящий африканский маски и вот я ему сказал как хорошо я поищу я найду я поспрашиваю покуплю блин рука в нем стала другой рукой держать вот то есть он молодец и как правило поехав с ним до отеля пообщавшись туристы уже берут в пользу его услугами на все свое пребывание здесь дать не можно ездить и по всякие кратеры где угодно вот и на этом он зарабатывает в среднем 600 долларов в месяц он говорит что когда им туристы нету а языка вида часто его нету он также возит местных жителей туда-сюда ну по сути умеешь что примерно то же самое получается только рейсов чуть-чуть побольше до приходится делать у его девушки маленький такой типа как варёк она там продает зарядное устройство для телефонов симки чехлы ну то есть такой маленький телефонный путик вот на момент моего отъезда она у нее чистой прибыли получалось она только открылась у них получалось примерно 400 долларов в месяц и того у них на двоих 1000 долларов выходила вот сейчас он сказал что у него примерно так же выходит не то в среднем 600 у девушки стало лучше тоже теперь в среднем вот это вам про водителя а я спросил считает ли он себя богатым меркам местных жителей на фоне окружающих он сказал что нет вот себя причисляет к самому нижнему сегменту среднего класса ну я я примерно так и думаю что там 1200 долларов на семью это не ахти какие богачи в танзании да про всю африку мы не можем говорить хотя часто используют и слова но вот для танзании так с этим разобрались сейчас я сделал небольшую паузу меня рука устал итак куда мы сегодня едем и забыл я рассказать про водителя еще из новостей но он как водитель сразу на поделился значит им в здании ну вот территория аэропорта запретили забирать теперь туристов и вообще клиентов работать да есть у тебя машина старше 2015 года поэтому а у него две машины была одна на одной ездила его ну типа девушка жена невеста он ее называет пьенцы а вот и ему пришлось продать одну машину и купить новую вот собственно мы на ней сейчас едем поэтому как новую два или три года и до всего то есть относительно но но это это опять же для тех кому интересно далее что у нас сегодня по плану сейчас я поеду на рынок камней посмотрю учетом поспрашиваю там очень важно ходить разговаривать спрашивать тыкать пальцем трогать и таким образом случайно можно узнать что вот буквально позавчера открыли новое месторождение где-то что соседи более сказали вася что петель показывал какие-то новые камни которых вроде как здесь раньше не добывали то есть добыча информации до походим рынок как таковой я уже вам показывал там принципе ничего интересного я посмотрю камни хочу себе прикупить прикупить пару каких-нибудь сувенирчиков для чего для подарков потому что когда ко мне приезжают друзья обычно то что я планирую создать себе вот коллекцию да я каждый раз когда полетаю покупаю что-то на таких рынках думаю ну вот это будет начало моей коллекции обычно все у меня разбирают подари 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 я все раздариваю час я куплю подарков значит потрем все общем на рынке поснимаю и возможно там будут плохие камни не интересный кам недели тоже да мне тоже начинается значит эта рубрика новая пока был только один выпуск далее я поеду а у меня здесь есть партнер у нас есть офис и мастерская ну там в одном помещении в офисе мастерская офис это что такое это для государства ты должен указать какой-то адрес до чтобы ну типа вот у тебя он есть вот вы заказали очень много танзанитов ну где-то 35-40 и смотрел там по заказам камней мой партнер все это время отбирал их и гранил нам он много отобрал много на гранил с большим запасом вот я собственно сейчас пойду смотреть и отбирать но он сам этот партнер он уехал с семьей путешествовать в серенгете то есть он взял жену детей и они поехали там сестер братьев семьями тоже они поехали причем надолго значит серенгете заповедник да они поехали что-то дни на 12 даже на две недели он сказал что он вернется только в понедельник или во вторник а у меня здесь не будет а вот поэтому мне кто-то из его родители родители уже пожилые не хотят ездить во всякие серенгете эти ваши лучше дома сериалы смотреть и они привезут мне эти камни в их магазин офис наш закрыт ключи уехали в серенгете вместе с моим партнером на вот я могу показать вам магазин их на он довольно симпатичный и посмотрим подбираем камни там скорее всего процентов на 70 будет плохих или очень темных или очень бледных покажу как это выглядит и будут хорошие вот покажем вместе с комментариями потом я хочу сегодня же успеть в компанию по бурению посмотреть районы цены и я подумал что возможно стоит просто начать именно с компании выбор мест я никак не могу ребята выбрать место где курить потому что всех жалко всем это нужно это капля в море от нас важно да поэтому я поеду в компанию и поговорю там с каким-нибудь руководителем возможно они знают регион или район где наиболее остро люди нуждаются в воде вот сегодня же у меня еще с екатерины перес прямой эфир поэтому я скорее всего в компании мы поедем уже после эфира вот то есть нам придется вернуться мы живем я живу 10 км от города нам придется вернуться обратно в тот отельчик то что хороший интернет если эфир получится первая попытка у нас не не получилось почему-то инстаграм сбрасывал соединение вот у меня водить подождет часик эфир закончится и мы сразу обратно едем в эту вот компанию по бурению водопроводную ну вот такие планы на день вечером я хочу встретиться с ребятами петли ребята из россии мы идем с рюкзаками в поход 31 числа у нас первый день с рюкзаками в поход по горам тут где-то не на 12 ну прям по-настоящему рюкзаки палатки спальники там это всякие костры примусы ну в общем обычный поход нормальные будем сходить том числе на вулкан который называется альдонио лингай он относительно действующий там можно даже ведь какой-то дымок что-то такое да вот естественно я буду все снимать но я не купил повербанки надо вот заехать еще повербанки купить обязательно но пример такие планы на день не знаю успели все в африке это все относительно очень например родители моего партнера с камнями могут опоздать часа на два запросто тогда весь график у меня сдвигает срывается половина приносится на завтра вот собственно такая тема это африка тут вот так посмотрим сейчас и так я на рынке тут надо действовать аккуратно потому что многие торгуют камнями нелегально без лицензии и парни сильно нервничают тут в основном этим занимается масса и парни сильно нервничают когда их снимают они уверены что я же обязательно это видео буду сливать в полицию местную и они все вооружены и оружием умеют пользоваться не стесняются вообще как бы да меня тут пару раз уже пытались побить один раз отняли телефон поэтому я сначала погуляю погуляю потом поговорю с кем-нибудь из них проявлю интерес к их товару и тогда спрошу можно ли поснимать но основная цель то есть смотреть покупать тут нечего совершенно этому с вами убедились за многократные этот визиты но можно узнать какие-то новости а для этого часто у них нужно купить какую-то хрень но сейчас мы этим будем заниматься вот пожалуйста первые результаты возле озера маниара это прям возле кратера ангур-ангору да а нашли новую новое месторождение турмалинов про который ни в каких справочниках блин сейчас я свет попробую поймать подождите вот так да вот он такой черный зеленый качество очень плохое но месторождение новое его нашли совсем недавно его держат в секрете то есть государство об этом не знает добыча идет нелегальная поэтому покупать конечно ничего не буду я же не преступник вот но поехать подобывать можно вот сейчас мы попробуем с ним договориться он говорит что я вам не скажу где ты есть потому что вы потом расскажите всем но естественно я владею даром убеждения смотрите вот этот кусочек он огранки не подлежит да совсем вот это с того же месторождения меня радует проблеск зеленого в черном вот сейчас его видно да и возможно там есть то есть это у нас турмалин не ювелирного качества но возможно там есть ювелирное качество и она просто уходит каким-то другим людям а этот товарищ так как он не богат он скупает ну всякую сувенир куда то есть третий сорт вот кстати красивые формы почти часть кристалла да вот если он был целенький он бы стоил приличных денег вот надо прямо сейчас это его запутать может быть проставиться ему в общем надо сейчас не поговорить он выглядит адекватным он просил его не снимать вот больше у него тут ничего интересного нет но вот эти турмалины это как раз то зачем мы сюда приехали то есть это совершенно новое месторождение how many days or months before you know about new new place сейчас он понимает мой вайкиль переведет в общем он что-то длинно объясняет меня я не хочу батарейку сейчас орать сейчас я выясню вам скажу так вот что тут продают да смотрите сафиры не ювелирного качества но хорошо подходит под нашу рубрику который недавно вам показывал про корунды да вот те самые пятачки по туда же треугольнички смотрите очертание его видите вот очень плохого качества не подлежащие огранки гранатики сожалению вот это я хочу прикупить кристаллики магнетит как раз вот для сувениров на подарки они прикольные мне нравится особенно если помыть вот это все корунды низкого качества то есть мусор который часто мошенники пытаются выдавать за рубины это циазид как раз порода в которой рубины находят ничего они не стоят ни первое ни второе аметисты плохого качества которые огранки не подлежат то есть они видите все тысячи новатые исключения они рассыпятся да у нас гранаты бурые совсем почти черные криво ограненные но это прям третий сорт такой да и посмотрите я спросил что это так он сказал что это рубин это цитрин это этот заварить зеленый гранат ну естественно это все поделки поделки хорошо синтетика скорее всего это просто стекло вот но мы сюда приехали не за покупками мы знаем что здесь все плохо в этом плане да мы приехали сюда за информацией который мы уже чуть-чуть нашли кварц прайд это у нас кварц он красивый но он есть вообще везде во всех частях мира и этот кусочек сувенирный он не стоит ничего ну 10 долларов понятно так продолжаем осмотр я тут еще посмотрев эти кристаллики магнетита вот эти выбрал смотрите прикольные какие-то вот шпинель бывает таких же кристалликах если кристаллик идеальный тут ведь чуть-чуть скольчики есть если нету скольчиков и сама по себе спины хорошая то она стоит намного дороже чем после огранки понимаете почему это коллекционеры покупают так далее плохого качества амитист к сожалению не из руанга но я не ожидал увидеть здесь что-то хорошее вот тут очень прикольный у них коробочки смотрите значит настоящий сан стоун это солнечный камень но очень плохого качества то есть он бывает красивый я себе купил парочку красивых потом покажу этот ну прям третий сорт далее вот это они говорят что это рубин ребята это опять вот не интересные камни недели я думаю что все кто меня смотрит хотя бы месяц уже понимают да что это не рубин ни в коем случае ни при каких обстоятельствах этот кусок корундовой породы мы рубин называть не можем то есть это они могут кого-то обмануть кстати местных жителей тоже обманывают но они нас далее подделка которую выдают за целорит ну я например по цвету по блеску сразу прям вижу что это ну судя по весу это не стекло это синтетика но подъем конечно же естественно синтетика то есть подделка еще и криво огранилили и почему-то смотрите дальше еще подделка вот казалось бы вы приехали далеко в горы варушу который является центром добычи драгоценных камней здесь рядом целоритовый эти добычи до месторождения ну кто и зачем будет продавать подделки нифига подобного продают это тоже естественно подделка такого цвета камней я вообще не видел я даже не знаю синтетика это или стекляшка просто вот он говорит что этот сапир извиняюсь у меня что-то немножко гора запершила вот дальше вторая коробочка смотрим тут тоже перемешка камни плохого качества натуральные вот плюс не натуральный но вот этот прикольный это тигринный глаз tiger айда с эффектом кошачьего глаза прикольный тавтология но но качество тоже видите 3 сон да вот к сожалению был бы хорошая на накупил бы его вот пожалуйста еще один рубин да вот он подсказывает видите гает рубин рубин вот сожалению сильно отсвечит и не вижу фокусе или нет но понять можно всю плачевность ситуации ко мне подошел тут массой пожилой заманил к себе в варечек тут тоже пару пару сувениров я прикупил смотрите это корунт с таким рисунком но ничего не стоит ну не знаю один доллар но на подарки пойдет когда друзья приходят и хотим подарить о них подарить что-нибудь на память потом смотрите массойские гранаты вот такие кристаллики они не подлежат огранки потому что там внутри огромные трещины то есть качество не ювелирная да но как сувенир вполне норм кстати обычные люди не могут здесь покупать нужно лицензии обязательно за это здесь уголовная ответственность вот у меня лицензия компании есть сейчас пошучу над водителем куплю это все скажу ему не си ты а то есть меня арестует эта проблема хотя посадят ничего страшного фильме хорошо кормят почему-то я себе выбрал но они видите затасканные то есть их вымыли дожди из породы которые не находились да и потом еще таскали по земле поэтому они такие зацарапанные вот еще буквально там 20-30 миллионов лет катания по грунту их превратят просто в акатоши в шарики но пока еще это не шарики а симпатичные кристаллики но уже не самом свежем виде да они могли быть конечно прям совсем такие гладенькие чистенькие но для коллекции на подарки пойдет мне кажется это вот все что я прикупил сейчас покажу вам немножко еще красивого но не буду забирать объясню почему вот смотрите гранатик такой прикольный да его причем можно ограничить но вот этот пород она очень-очень рассыпчатая я не довезу просто она рассыпется в которой гранатик находится к сожалению а так красивый экземпляр и вот у нас шпинель из мохенге но тоже самое то есть кристаллики третий сорт огранки не подлежат это просто вот как композиция сувенирная нормально но порода очень слабенькая и раскрошится все конечно же у меня в сумке я еще даже до аэропорта не доеду к сожалению возиться со специальными коробками ради того потом того чтобы потом это просто подарить кому-то но не охота тоже поэтому остаемся пока приступить тех которые я выбрал но смотрите задание выполнено мы узнали что есть новое месторождение турмалинов и ну то есть понятно что я не снимал мы поговорили блин где наша машина здесь ван окей вот мы поговорили с этим товарищем и свидетель это шли в сторону он сказал что за небольшую денюжку и при гарантии что мы не будем скидывать точки какие-то чё-то такое он нас отвезет на это месторождение турмалинов про который никто не знает а вот покупать а там ничего не буду я поступлю как в истории с масальскими гранатами я посмотрю материал если он хороший а вот я подожду когда ее выкупят легализуют рассекретят да сейчас я знаю что он пикает очень громко вот и если там материал хороший можно будет уже у легального владельца покупать уплачивая все налоги но завтра мы гоним на новое месторождение турмалина где еще не был никто кроме массаев то есть там только масса и были которые рядом там живут никаких мзунгу хренюнгу там вообще не было совсем то есть мы опять первые сами будем а это что это то что мы любим приключения далеко не каждый раз когда я прихожу на рынок в любой стране я вот так вот раз и узнаю про новое месторождение это бывает крайне редко но здесь варуши наверно два раза я всего узнавал сейчас едем к моему партнеру отбирать танзаниты вернее уже приехали он тут рядом прям совсем у него магазинчик сейчас покажу магазинчик расскажу за счет чего этот магазинчик вообще существует кто там покупает местные с улицы заходят у жиринок рядом да нафига сейчас все объясню так магазинчик моего партнера ну такой на самом деле магазинчик он что туда уходит далеко дом то есть он приличного размера тут очень красиво все сделано на чем строится ну в чем смысл нафига варуши где и так у всех есть камни все знают где их добывают и где их купить у кого огранить зачем магазинчик это откатное место для туристов ребята такие есть принципе везде во вьетнаме в таиланде когда вы едете отдыхают здесь не самые бедные люди насколько вы понимаете вот когда вы едете на всяким город гору там тарангири всякое такое то есть заповедники где самый дорогой отдых наверное в мире до дороже чем на мальдивах там все вот вам рассказывают что раз вы приехали в танзанию вам взять надо купить танзанит и дело в том что большинство туристов напоминаю они не бедные говорят суши ну да боб неплохо с поездки привести такой вот подарочек да как бы заезжают сюда тут платят откат 50 процентов 30 процентов смотря сколько ты тысяч туристов завозишь год то есть контракт у всех может быть разный и там люди которые не разбираются не понимают этот как раз у нас акация мимоза на которая в буш и а вон видно чуть-чуть она цветет даже вот но и люди на потоке ну представьте у вас в магазине привозят уже мотивированных и уже с деньгами клиентов допустим по 5000 в день вот там в принципе вносят все поэтому через такие магазины сливают часто третий сорт там брак всякую фигню который не покупает нормальный клиента он девочка бегает она сейчас так не видно будет вот и он партнер тот предложил мне открыть вместе магазин серенгете он еще там девочка попрыгала бы ну не успеваю снять но я такой не люблю потому что во первых в этом магазине нужно жить потому что рано или поздно сотрудники тебя начнут обманывать он собственно здесь живет они всей семьей работают вот а во вторых когда у тебя понимаете в чем вот для меня как для человека творческого проблема когда у тебя гарантированно купит все что ты не выложишь бледные темные неважно до третий сорт второй сорт ну у тебя уже как-то интерес к этому пропадает вот пропадает интерес именно выбирать что-то самое лучшее самое крутое самое самое и радовать покупателей радоваться самому я например жутко тащусь когда нахожу что-то прям вау вот что не выложишь и так все купят если по пять тысяч день посчитать сколько в месяц да а в лучшие времена до к видны и он ведь что у него несколько тысяч в день и было здесь клиентов которые заведомо не разбираются заведомо снегами и вот как то вот эта вся атмосфера дух приключений он полностью пропадает весь то есть смысла искать что-то офигенское его никак у него нету до совершенно это вторая причина по которой отказалась открывать магазин вместе с ним в партнерстве потому что ну как-то весь кайф пропадет полностью совсем вот это я вам немножко про особенности когда ювелирного бизнеса на потоке да вот как я предполагал его родители опаздывают или кто-то там его из его родственников уже на 30 минут а чтобы отсмотреть 25-30 танзанитов из там нескольких сот мне нужно много времени потому что каждый нужно осматривать долго да поэтому скорее всего мы уже не успеваем на сейчас сорно дождусь поздороваюсь скажу ай-яй-яй и поеду дальше но у них внутри стоит профессиональное оборудование осветительное там все эти камни выглядят офигенными но это такая ловко да я мне раз об этом рассказывал поэтому я снимаю ток на улице в тенечке вот камни которые в тени выглядят хорошо да яркими носов соответственно это хорошие камни вот это например какой-то дыхловатый он не веселенький совсем видите да откладываем его в сторону этот тоже вот он так по уголочкам кое-где блестит но не сильно смотрим дальше так этот я залопал это тоже так себе ну вот так надо сидеть отбирать ну вот этот можно еще посмотреть будет он вроде получше вот это тоже смотрите получше ну это так себе вот это хороший то есть в нем видите цвета играет не кое-где в уголочке а практически в везде да вот вот падаем тоже вот этот тоже неплохой сейчас смотрим в тенечке потом будем искать этот прям совсем грустный потом будем искать свет чтобы нормально уже смотреть сегодня солнечная погода это очень плохо этот грустный тоже это очень плохо для съемок камней всегда лучше когда солнце яркое но при этом облачность есть сегодня у нас прям совсем чистое небо если смотрите мы выйдем под солнце он у нас то есть слишком контрастный свет непонятно да какой он поэтому нужно в тенечке снимать вот этот прям хорошенький ведь я угадал он прям молодец вот то есть мы его отбираем откладываем отдельно его но давайте посмотрим какой нибудь грустенький для интереса ну вот этот видите он если его прям так шевелить вот например сейчас он никакой сейчас тоже никакой сейчас тоже он кое-где чуть-чуть да то есть нужно прям постараться чтобы его увидеть цвет в основном он вот не очень это не плохая огранка огранка на нем очень хорошая у него да это именно камень такой невеселый так смотрим мы положили еще вот этот я не понял какой он а он неплохой но у него тоже мог бы быть лучше то есть не увидите посередине провал но он веселенький все равно то есть не прям лучшего качества но хороший его тоже забираем то есть он под наш заказ годится так но этот тоже хорошенький это ворсинка на поверхности вот это прям молодец очень веселый вообще мне нравится танзаниты да они ну ничем не хуже на мой взгляд синих сафиров а цена отличается в несколько раз синий сафир вот такого цвета royal blue тут практически нет фиолетового да но он будет стоить тысяч три долларов за карат а этот стоит меньше тысячи за карат а удовольствие примерно одинаковое от них так сейчас давайте посмотрим еще какой-нибудь невеселый ну вот этот видите да что он невеселый и принципе не надо объяснять почему то здесь цвет бледненький у него какой там ну и вот так вот я часами сижу и отбираю 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 иногда бывает я прихожу света хорошего вообще нет посижу часик и ухожу прихожу в другой день вот собственно не буду вас долго мучить я думаю что принцип понятен я отсматриваю следующую партию и хочу вам показать пример невеселенького ну здесь большинство невеселеньких так это уже мой партнер у которого гемологическое образование и он как бы лоялен да то есть он заинтересован в том чтобы я получил хороший продукт и мы не тратили время но вот он все равно не высмотрел и такой он у него он во первых не синие голубоват и вторых видите он закрытый темный да такой вот поэтому вот так вот много плохого качества получается вот куда его девайта постоянным партнером покупателям хорошим не продать ну хотя видите мне это показывают все равно не продаж ну вот в магазин при клиент турист посмотрит под супер лампами там а под лампами он будет сверкать прям офигеть как ну и купит и будет радоваться в принципе потому что он же не видел веселенькие он не знает как выглядят хорошие вот ему и так нормально пойдет ну и продают там конечно за дорого и очень дорого вот я взял следующую партию я беру по 10 штук по 20 по 15 отсматриваю но чтобы не потерялся никакой да вот вот следующее у меня коробка смотрите да все или вот такие вообще никакие то есть это какой-то дохленький он совсем то есть получается раз два три четыре пять шесть семь восемь вот таких да и часть сейчас вам покажу раз два три четыре вот таких он яркий но он слишком бледный для танзанита высшего лучшего цвета топовые топовые все-таки синий это royal blue да это голубенький вот ну такой цвет он ведь он вроде и голубенький но он какой-то вот не видне веселый да совсем для танзанита это считается не топовый цвет кому-то такое нравится но в основном у меня все заказы идут только на топовый цвет то есть такой цвет тем темно-синий уходящий в черное да здесь такой посветлее хотя камешек хороший веселенький принципе вот получается четыре более-менее норм вот сейчас вам покажу еще один хорошенький а вот эти все прям все совсем дохлые мертвые вот их только вот смотрите тоже хорошенький он залапанный сейчас я протру а такие вот продавать только через магазины туристам которые ничего там не понимают вот тоже да он светлый считается это не трипл эй а танзанит он оценивается буквы а вот одна буква три буквы а три самые лучшие это не три а это одна наверное или две опять же мы не знаем как лаборатория оценит который тут кстати нету это мы на глаз так говорим три а вот вот этот неплохой но не лучший а остальные все совсем плохие так ну вроде разобрались совсем с этим и так смотрите вот я сейчас получается сколько больше двух часов я отсматривал камни вот я посчитал получается из ста я отобрал семь хороших то есть получается что семь процентов это уже причем что мой партнер отобрал уже из отобранных из отобранных то есть это ну прям там то есть получается что если бы не партнер мне пришлось сейчас отсмотреть тысячу да чтобы выбрать семь хороших вот я выбрал семь хороших из них четыре подошли под заказ то есть ну у меня в заказе конкретно есть тех задания что я хочу танзанит допустим лучшего цвета а например кушон 6-8 карат вот то есть они мало того что я отобрал они хорошие их еще нужно чтобы они посмотреть по спискам чтобы они подошли под заказ ну вот как бы под заказ мало что подошло остальные можно в принципе отснять выложить так на продажу но я такие штуки не очень люблю у меня простаивают заказы оплаченные надо выполнять заказы за которые люди уже заплатили деньги да вот сейчас едем в отель обратно мне нужно зарядить телефончики все проверить качество связи перед эфиром и сейчас успею снять вам небольшой обзорчик по этому холмстей то есть такой отель на дому вот и пока я отсматривал танзаниты мой водитель созвонился с компанией которые проводят воду и они сказали что есть конкретно район причем недалеко совсем примерно 100 километров от оружие где прям но серьезная такая ситуация с водой то есть с ее отсутствием да и в том числе в школе и в деревнях и там даже есть что-то типа какой-то местной клиники там тоже проблемы с водой они воду каждый день завозят за 100 километров закупают здесь в оружие вот поэтому нам я считаю что нам нет смысла тратить время заезжать в компанию по бурению они уже конкретно нам дали район значит завтра утром рано мы едем на весь день на добычу турмалинов вот это вот которая секретная типа про которую никто не знает там проводим весь день а послезавтра едем в тот район и смотрим ситуацию на месте действительно ли она такая плохая как нам рассказывают может быть там и мы там нафиг никому не нужны да может быть действительно все плохо в общем едем смотрим и тогда уже я готов приводить там значит вода на глубине больше 100 метров и не везде не везде вот они сказали что они знают где конкретно надо бурить чтобы вода точно пошла вот и по факту если там действительно все плохо то я готов уже приводить им первую сумму и начинать движение вот это хорошо то есть наша цель мечта становится все ближе и ближе у меня цель какая естественно сугубо эгоистическая цель получение наживы да потому что я вам говорил каждый раз когда кому-то помогаю я зарабатываю намного больше видимо есть какой-то закон энергии бизнеса я уж не знаю что это такое я не особо верующий но шаманизм говорит об этом и всякие современные философии бизнеса тоже говорят об этом я считаю что я на африканских камнях заработал хорошие деньги и конечно же нужно часть их вернуть африканцам африке населению это было бы очень правильно вот собственно такой момент так все едем в хотел приехали мы в этот домик сейчас сухой период тут вообще в принципе варуша засушлива всегда то что это самый центр саван можете на карте посмотреть наберите аруша и посмотрите тут вообще в основном это саванна или вообще пустыня пол пустыня да вот какой-то кустик прикольный и он непроходимый практически так расскажу вам про плантацию дело в том что у нас у бсссеровских людей слово плантация или плантатор как правило ну у меня например ассоциируется с кем с рабами с неграми пробковые шлемы и всякое такое вот на самом деле я поговорил с владельцами они чернокожие местные жители 25 лет назад они купили кофейные плантации здесь прикупили соседнюю землю расширились вот как раз у нас кофе и собственно хотели зарабатывать на кофе кофе да то есть выращивать кофе продавать его но за последний и в начале поначалу они этим первые там лет 10-15 они этим успешно занимались но со временем произошло так что во первых уровень жизни в танзании сильно вырос да во вторых цены на кофе упали в третьих город разросся так это как раз а я понял что это такое это кофейные ягоды но они когда поспели их не сорвали и они пропали на этом почернели сейчас посмотрим вообще кофейные ягоды они красненькие сладенькие когда спелы их можно кушать вот но они прям реально сладенькие и при этом они вштыривают еще сильнее чем кофе то есть ягодах кофеина больше так что-то не могу открыть так вот уровень жизни местных местного населения вырос и оказалось что их земля уже в черте города блин во это я разгрыз ну вот собственно кофейные зерна внутри здесь на вкус она горькая это ягода потому что она пропавшая уже она высохла вот и оказалось что их земля за это время выросла в цене многократно там гнездо я видел птица оттуда вылетела и собственно им уже нет смысла заниматься разведением выращиванию кофе а уже можно заняться совсем другим и вот они переоформили назначение земли сказали что это вышло им дорого и теперь они будут нанимать строительную компанию и строить коттеджи потому что это уже получается в принципе пригород руши и коттеджи эти вместе с участками земли они будут продавать за дорого ну то есть кофе уже не актуально да потому что в Танзании появилось много людей которые могут себе позволить купить загородный дом ну или как это модно назвать вилла так вот наш домик это сзади сейчас обойдем его мне очень понравилось внимание к деталям то есть здесь прям у них все в таком типа оля антиквариат символизм сатуэсточки масочки всякие сувенирчики и очень все уютно особенно мне понравилась вот эта штука сейчас покажу вам ну бассейн понятно меня что-то не особо интересует вот мне что понравилось вот смотрите гуляете вы по территории как бы особняка да такие вы гуляете гуляете раз вот кровать стоит вы легли отдохнули причем кровать такая тоже ой блин споткнулся кровать антикварная прям такая все серьезно старинная какая-то со вставочками красивыми вот потом отдохнул походил походил еще столик вот раз еще кроватка лег еще полежал причем она так застелена прям все и здесь ночью довольно прохладно было я кстати проснулся от того что замерз поэтому у меня блек на все полностью настишь открыты вон моя комната как раз они все еще открыты вот проснулся от того что замерз и поэтому комаров тут нет то что холодно вот пойдемте посмотрим что внутри тут как бы такое знаете очень заботливое внимание к деталям потому что я жил много раз в отелях в разных да вот это явно занзибар по стилю да и вот эти всякие салфеточки чашечки какие-то штучки дрючки они конечно сдают уют а многие почему-то на этом то ли экономят то ли не хотят им лень этим заниматься да и как бы вот этого уюта нет бывает заезжаешь в отель он вроде дорогой смотрите стульчик из такого потертого дерева да да отель вроде дорогой ну какой как то вот души атмосферы в нем нету вот тут прям с избытком этого всего и мне это конечно же такое мне нравится вот смотрите сейчас режим переключу вот тут у нас почему-то итальянские самовары ну в плане того что в россии принято считать что самовар русский на самом деле во всем мире его знают как некую штуку из Италии знаете почему потому что он из Италии вот самовар это итальянское изобретение средних веков и мы его привезли естественно оттуда вот вообще ну например гармошка она из Франции да но у нас считается тоже это что-то прям супер мега русское то есть медведи которые играют на гармошках и пьют чай из самовара это прям вот супер русская фраза наполненная Русью вот русским духом на самом деле в этой фразе но только медведи наши судачок прикольный ну и то медведь опять штука международная но как бы символ России да вот всякие такие штуки вот меня тоже радует вон Масай как раз йо-йо мама мама у которой один ребенок внутри один снаружи спереди другой там еще он сзади но что-то один надо больше вот тут тоже все во всяких штуках дрюках которые можно рассматривать бесконечно а ну и кстати утром мне кофеёк с плантацией заварили ну я не кофеман знаете я не понял особо прям там вау офигеть не очень хорошо в этом разбираюсь здесь вот приятная комната тоже вообще у них все приятное здесь такая веранда прям сидишь тут да и говоришь позовите управляющего сколько тысяч тонн кофе отгрузили в это на этой неделе он говорит господин помилуйте пожалуйста всего сто тысяч камин не фейковый им пользуются вот у нас дровишки вот он здесь прохладно по ночам я говорил ну сколько ну градусов наверное сегодня ночью было наверное я думаю может быть двенадцать вот такая штука шаманская градусов 12 думаю было ночью и будет хладней кстати табуретки прикольные конструкция удобные я пробовал сидеть трех ноги видите гамачок мои любимые крестики которые многие почему-то считают фашистскими хотя это очень-очень супер мега древний символ с сначала был символ солнце просто до эпохи неолита да потом когда неолит к нам пришел это у нас у кочевников тогда уже у скотоводов и у ранних земледельцев этот крестик стал символом припода и урожая ну собственно именно в таком виде его ну тут тоже у нас еще одна получается типа как веранда прихожая вот мне очень понравились здесь книги то есть они молодцы я как раз вот сейчас хочу найти специалиста по маскам по статуэткам потому что здесь видите все очень сильно христианизировано об этом не принято говорить ну например у меня водитель вот он очень сильно христианин ну или себя таковым считает он говорит что нет это все плохо нельзя не надо вот мой бог мне такого не разрешает а культура же богатейшая да информации никакой об этом нету ну вот по крайней мере научной какой-то вот фольклорной этнографической из прямых рук у меня нету я хочу вот так вот то есть понятно что книжки советского производства есть и немало но я хочу из первых рук местных расспрашиваю они практически ничего об этом не знают вот поэтому ну кстати если вы спросите а чё ж ты книжку то не почитаешь книжка у нас к сожалению на каком я даже не понимаю это немецкий это какой-то скандинавский нет это у нас это суахили тут на суахили и повторяется на немецком то есть я не могу к сожалению прочесть а очень хотелось бы тут он даже классификация этих масок есть какого они типа я думаю что советские книги такие тоже есть но хочется найти человека который делает в них разбирается и умеет их применять да вот кстати смотрите такие рожицы прикольные на столике да так смотрим дальше тут еще две комнаты вот такая прикольная кровати много потому что очень часто на вот эти все как их заповедники да люди ездят семьями и часто бывает что и большими семьями так это я думал а ну это короче две комнаты которые да у них один санузел ага вот а то я что то потерялся так можно глянуть наверху есть там никого нет сейчас посмотрим прикольно тут все маленькое совсем и мало интересного значит мне как всегда досталась самая лучшая комнатка я здесь на три дня вот моя комната максимальное количество окошек кофеек и смотрите опять же залипе на книжках я прям вот реально ко мне это все притягивается смотрите этник джеверли да вот я сейчас как раз работаю над у меня новый проект хочу сделать браслеты и бусы из бусин вот соответственно конечно же я тут вчера прям залистался я заснул с книжкой в руках и много чего отфотал вот плиты и бусины местные смотрите смотрите такие тетеньки стоят вот очень прикольный столик или тумбочка из чинины уже древесины то есть куски когда-то пропали их заменили и вот пожалуйста еще african elegans тоже здесь про украшения про узоры про одежду ну это больше фотоальбом конечно но интересно что это именно видите в других комнатах этого нет почему это все оказалось именно в моей комнате как будто бы кто-то специально прям так все подстраивает конечно же мне это все нравится вот ну и кому интересно как выглядит санузел тут все очень тоже уютно вон всякие подушечки креслица корзиночки вот такой краник прикольный смотрите душевая вода горячая есть я сегодня утром принимал душ и был удивлен приятно что вон сундучок что есть горячая вода так все мне нужно заряжаться готовиться к эфиру после эфира еду в город возможно задания какие-то появятся новые может быть старые отпадут в общем понятно после эфира расскажу вам какие планы на дальнейшую часть дня техника не подвела вот вот вам название этого домика на плантации вот фоточка сделана она вот отсюда вот туда усадьба прям как из фильмов your house same in movie и вот хозяйка сказала что типа ты еще не все видел вот тут у нас домики can you open please надо посмотреть все смотрим все прикольный домик тоже а тут наверное должен быть какой-то гамачок тоже книжки мне очень нравится что они везде книжки раскладывают молодцы это дорогие фотоальбомы которые стоят больших денег вон смотрите джерли фром африка азия сейчас заберу ее почитать все в комнату обязательно вот тут тоже все прям зачетно вон всякие тыквочки стоят очень хорошо с душой все сделано это действительно мое мнение мне не платят за эти съемки ничего более того я тете сказал что я поснимаю выложу себя на ютубе мне ничего за это не надо потому что у вас действительно классно и извините вы можете взять этот книжок в мою комнату это спасибо видите тетя какая хорошая за решила там гнездо у птиц слышите да но к сожалению дерево такое поросшее какими-то непонятными то ли ветками то ли лианами финиш это все да спасибо вот то есть тут еще и такой домик есть это видео уже спасибо вот еще раз она говорит не забудь снять чтоб все посмотрели так сейчас что мы делаем я же вам обещал день охотника за сокровищами сейчас я сейчас приедет мой водитель я поеду в город там у нас встреча с участниками похода вот я им сказал что я буду снимать спросил хотят ли они они сказали что не все хотят потому что некоторые из них ну там русскоязычные все да в основном которые живут и в россии но и нет не в россии смотрите какой прикольный прикольный мох ого какие цвета да в чем это древовидный кактус так вот сказали что кое-кто из них там на работе сказал что он заболел а сам полетел в поход вот поэтому не факт что я буду прям снимать встречу с ребятами там чисто технически у нас разговоры какие где купить повербанки какие нужны спальники я послезавтра поеду закупаться кто с кем в палатке спит и всякое такое не особо интересное вот если там будет какой-то прикольный ресторанчик или там что-то лаунч какой-то или наоборот что-то очень сильно неприкольное грязное отвратительное я обязательно поснимаю вот поэтому пока не прощаемся но не факт что еще что-то будет интересное посмотрим да как получится так вот сделай сегодня все то есть получается с этой с бурильной компанией мы разобрались по телефону едем послезавтра смотреть место да я все сниму обязательно встретились с ребятами с которыми идем в поход там оказался у нас в компании и гемолог и вулканолог и реконструкторы все шпилят в фоллаут и все шарят в Вархаммере вот и мы что-то зацепились языками все читали Джека Лондона, Джеральда Даррелла и вообще все в общем собралась хорошая компания по интересам вот и мне сказал вулканолог что мы прям будем смотреть на то есть мы будем подниматься на действующий вулкан то есть действующий именно и я даже увижу лаву настоящую красную жидкую лаву в состоянии 50 метров это конечно офигенски я даже об этом мечтать не мог мне сказали что мы идем в поход и там будет вулкан я думал что это потухший вулкан потому что я не вижу тут в окрестностях действующего вулкана ну вот он будет ну вот собственно так прошел день я сейчас пораньше полистаю книжки эти африканские пораньше ложусь спать потому что завтра у нас рано выезд на нелегальную незаконную неизвестную добычу турмалина поснимать поснимаю покупать ничего не буду знаете мои принципы что криминалом я что-то заниматься как-то не хочется ну вот собственно все так вот если вам понравилось могу еще пару раз снять день охотника за драгоценностями мне кажется что ничего обычного ну или мне кажется я не знаю обычный день день как день всем спокойной ночи пока 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 не